Здравствуйте! С вами Виктория Шарабокова и в этом видео я расскажу вам о том, что значит свободно говорить по-английски и как этого добиться. Давайте сначала разберемся, что же означает говорить по-английски свободно. Очень многие люди считают, что говорить свободно означает говорить в совершенстве. В действительности же это немножечко разные вещи. Говорить свободно включает в себя две вещи. Во-первых, если вы говорите свободно, то вы умеете говорить достаточно быстро, без длинных пауз. И во-вторых, вы умеете строить английские предложения так, что они звучат естественно и собеседнику легко вас понять. И первый и второй пункт более чем достижим на среднем уровне владения английским языком. Более того, начинать работать над этим можно, когда вы находитесь еще на начальных уровнях. Раз заговорить свободно можно уже на среднем уровне, то возникает вопрос, как же этого добиться? Здесь нужно учитывать два важных аспекта. Давайте посмотрим по порядку. Первый аспект это физический аспект. Для того, чтобы говорить достаточно быстро и свободно, вы должны быть в состоянии достаточно быстро произносить английские слова и фразы. Вам нужно, чтобы у вас был достаточно развит ваш речевой аппарат, чтобы вы не спотыкались, не запинались и достаточно свободно могли произносить английские фразы. Как нам развить вот этот вот самый физический аспект? Здесь есть два основные метода. Во-первых, это метод чтения по таймеру. Это означает, что вы берете любой текст, несложный, соответствующий вашему уровню, и в этот текст читаете вслух. При этом вы включаете таймер и засекаете время. Когда вы текст прочитали, вы смотрите, сколько времени прошло, можно это число записать, чтобы не забыть. И затем вы попробуете прочитать этот текст еще один, а лучше два раза. И каждый раз вы пытаетесь прочитать текст немножечко быстрее, в немножечко более естественном ритме. Если будете регулярно выполнять это упражнение, то у вас будет развиваться как раз вот этот вот самый физический аспект. Второй метод означает имитация. Для этого вам понадобится какое-нибудь видео, несложное, подходящее для вашего уровня с субтитрами. Что вы делаете? Сначала вы просто смотрите видео и пытаетесь его понять. Затем, когда вы это видео поняли, вы пересматриваете его еще раз, но нажимая на паузу. То есть вы смотрите где-то 2-3 секунды, затем вы нажимаете на паузу и пытаетесь повторить за говорящим, имитируя при этом его мимику, его интонацию. То есть вы пытаетесь стать этим человеком, которого вы имитируете. Самое важное, что вам нужно пытаться говорить с тем же темпом, с той же скоростью, что и спикер. Соответственно, чем больше вы выполняете это упражнение, тем легче вам будет быстрее произносить английские фразы, потому что ваш речевой аппарат будет постепенно привыкать к такой скорости речи на английском. Второй важный аспект, помимо физического аспекта, это ментальный аспект. Для того, чтобы заговорить свободно, вы должны быть в состоянии достаточно быстро в голове строить английские фразы и предложения, которые при этом звучат естественно. Для того, чтобы добиться этого, существует простой метод и сложный метод. Сложный метод заключается в том, что вы просто учите грамматику, вы учите какие-то слова, и потом вы в голове пытаетесь ваши русские фразы при помощи вот этой грамматики, при помощи вот этих слов перевести на английский язык. Это очень сложный метод, потому что переводить с русского на английский, это невероятно сложно. Даже если вы в совершенстве владеете и тем и другим языком, переводить в голове автоматически, это безумно сложно. Поэтому существует второй метод, который намного проще. Вместо того, чтобы учить отдельные слова и отдельные кусочки грамматики, я предлагаю вам учить целые фразы. Сейчас я покажу вам, как это работает и для чего это нужно. Представьте, что вы смотрели какое-то видео на английском, и там вы встретили следующую фразу. Это очень интересная и очень необходимая фраза в английском языке. На русский можно перевести по-разному. Можно сказать, предполагалось, что я должен был позвонить ему сегодня, но затем я забыл. Или, по идее, я должен был сегодня ему позвонить, но я забыл. То есть, эту фразу мы с вами используем в тех случаях, когда предполагалось, что мы должны были что-то сделать, но потом произошли какие-то события, которые не позволили нам с вами это сделать. То есть, я вообще-то должен, я по идее должен был ему позвонить, но я забыл. Итак, вот вы встретили вот такую вот важную фразу. Что вы с ней делаете? Ну, для начала вы можете ее выписать вот таким вот образом. I was supposed to, дальше пропуск, запятая, but. То есть, по идее, предполагалось, что я что-то должен был сделать, но затем что-то произошло. И вам нужно будет вот в эту структуру подставить разные примеры. Я предлагаю вам придумать минимум пять примеров, либо полностью выдуманных, либо, может быть, из вашей жизни, а лучше десять примеров. И обязательно проговорить их вслух. То есть, вам эти примеры нужно не написать на бумажке, а обязательно проговорить вслух. Ну, например, I was supposed to wake up at six a.m., but my alarm didn't go off. То есть, я, по идее, должна была проснуться в шесть утра, но мой будильник не прозвонил, ну и, соответственно, поэтому я проснулась намного позже. Затем вы можете также подставить другие какие-то местоимения. Например, вместо я вы можете подставить мы, we. Ну, например, we were supposed to go to the beach, but the weather was bad. То есть, мы, по идее, должны были пойти на пляж, но погода была очень плохой. Когда вы таким образом проработали вот эту фразу, на следующий день вы к ней возвращаетесь, но теперь вы подключаете уже полюбившийся нам с вами таймер. Вы засекаете время, например, на две минуты или, может быть, три минуты. Здесь вы можете поэкспериментировать. И пока тикают часы, пока идут две или три минуты, вам нужно будет придумать так много примеров с фразой I was supposed to, сколько у вас получится. Если вы проделаете это упражнение, то фраза очень плотно засеет в вашей голове, и когда вам нужно будет ее использовать, она у вас сама в голове возникнет, и вам не нужно будет ничего переводить с русского. Ну что же, если эти методики вам понравились, и вы хотите все-таки заговорить по-английски свободнее и увереннее, то я приглашаю вас на мой тренинг, который я назвала «Хватит учить, пора говорить». Он стартует 12 июня, и он будет длиться 7 дней. То есть, мы будем заниматься каждый день в течение 7 дней в вечернее время после работы. Я приглашаю всех тех, у кого сейчас уровень Intermediate, причем у вас может быть как Pre-Intermediate, так и Lower Intermediate, так и даже Upper Intermediate. У меня есть очень большой опыт работы над навыком говорения с моими учениками. Я проводила много курсов исключительно по развитию навыка говорения, причем я работала не только с русскоговорящими людьми, я также работала с людьми из других стран, например, из Европы, из Китая, из арабских стран, из Латинской Америки. Поэтому у меня накопилось очень много опыта, и в этом тренинге я решила собрать самые важные методики, самые важные техники и сделать для вас такую своеобразную выжимку всего того, что я накопила за это время. То есть, все те методики, все те техники, которые вам помогут максимально быстро заговорить свободно и уверенно по-английски, если сейчас у вас примерно где-то средний уровень. У нас занятие будет состоять из двух частей, то есть у нас будет небольшая теоретическая часть и большая практическая часть. В теоретической части я объясню вам какую-то тему, какие-то основные моменты этой темы, и в практической части у нас будет очень много практики, мы будем очень много говорить по-английски, выполнять разные упражнения. Причем говорить вы сможете как и с другими участниками тренинга по-английски, так и со мной вы сможете выйти в прямой эфир и также поговорить на тренинге в прямом эфире. На тренинге мы будем рассматривать самые разные темы. Во-первых, мы будем говорить о том, как заговорить быстрее, какие есть для этого методики. Также мы будем говорить о том, как заговорить четче, как сделать так, чтобы вас собеседник понимал. Также мы с вами обсудим такие вещи, как, например, как работать с грамматикой для того, чтобы заговорить свободнее и увереннее, о том, как правильно слушать английскую речь для того, чтобы и лучше понимать на слух, и лучше говорить. Также мы поговорим о том, как быстрее реагировать, когда вы общаетесь с носителем языка, и как вообще не теряться, когда вы уже оказались в этой ситуации и вам нужно общаться на английском. Все это и многое другое мы с вами обсудим на нашем тренинге. Более подробную информацию можете посмотреть на страничке, там есть описание каждого урока, вы можете посмотреть детально, что в каждые из дней мы с вами будем делать. Также в конце тренинга мы с вами составим ваш индивидуальный план, по которому вы будете развивать навык говорения после нашего тренинга. То есть вы будете знать, что вам делать, как вам делать и когда. Так что если у вас сейчас есть уровень intermediate, и вы хотите наконец-то заняться навыком именно свободного говорения по-английски, то я буду очень рада вас видеть на моем тренинге. Ну и в любом случае, я надеюсь, что мы с вами очень скоро уже увидимся на наших будущих конференциях. Спасибо большое! And see you later! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!